Молоко, подсолнечное масло, макароны, изделия, картофель. Как обстоят дела с ценами на эти и другие продукты из перечня социально значимых продовольственных товаров, выясняли в минувшую субботу депутаты областного маслехата, члены партии Нуратана и КНПК, общественники и молодежные активисты. Согласно поручению правительства, подобный мониторинг цен должен проводиться раз в квартал. Сегодня мы работаем над перечнем тех продуктов, которые обозначило правительство для мониторинга. И мы видим, что часть продуктов из общей цены не выбивается, все в графике идет, но некоторые виды продуктов имеют тенденцию роста. Надбавка не более 10%, периодические скидки и только местные товаропроизводители. Во всем, что касается продовольственных товаров первой необходимости, крупные сети супермаркетов стараются придерживаться этих правил. Что касается цен, мы как полностью белая законопослушная компания, мы работаем согласно буквы закона. Все предписания, все рекомендации нами четко соблюдаются и все цены, которые анонсированы, мы предлагаем их нашим покупателям. Сахар – один из тех продуктов, который за последние несколько месяцев подскочил в цене. Напомним, летом в сезон консервации сахар-песок сначала исчез с прилавков, потом резко подорожал. Ценники достигали отметки 300 сенге и выше. Сегодня стоимость сладкого продукта держится на уровне 237 сенге за килограмм. Картофель в крупном гипермаркете стоит столько же, сколько и на коммунальном рынке – 55 сенге за кило. В 192 сенге цена за литр молока и 176 сенге стоит килограмм риса. По словам членов мониторинговой группы, вся информация о ценовой ситуации на социально значимые продукты будет обработана и направлена для рассмотрения Акима области. Асякин Жалин, Алексей Уразов, программа «Факт».